Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Именем Перуна приветствую вас, уважаемые зрители и слушатели нашего канала. Сегодня у нас на обзоре серия компьютерных игр градостроительного экономического симулятора в реальном времени. ОНО! Ну, собственно говоря, начнем с названия. Что это такое вообще, Анно? Здесь имеется в виду как Анно Домини, то есть как бы нашей эры от Рождества Христова. Так очень интересно, что каждая игра этой серии, то есть Анно 1602, по-моему, первая, потом 1503, 1701, потом после 701, 2070 Анно, потом Анно 2205 и пока что последняя Анно 1800. Они в совокупности, если ты возьмешь все числа, которые там заложены в названии, они дают девяточку. Ну, наверняка какие-то староверы тут постарались, тут гармонию какую-то запихнули. Может быть, я не знаю, вполне возможно. В данный момент времени за серией следит компания, по-моему, Bluebyte под издательством Ubisoft. Как-нибудь тоже по Ubisoft пройдемся, по этой весьма непростой корпорации, на мой взгляд. Но сейчас об этой игре и об этой серии игр. Каждая игра соответствует названию, то есть 1602 отражает объективную действительность эпохи начала 17 века, то есть эпоха открытия и прочее. Но я так сразу скажу, в 1602 и 1503 я не играл, хотя, говорят, они невероятно были успешными в начале 2000-х годов, особенно в Германии, потому что изначально ее разрабатывала австрийская корпорация. Не корпорация, а маленькая компания тогда была. И посвящены они как раз таки тому, как там люди в различными сословиями, то есть там сословия представлены и классовое деление общества, как они выстраивают новые колонии, которые как раз таки с материка там заселяют. У вас там кораблики парусные, домики вот эти вот старенькие, да, такого староевропейского стиля, стиля 17 века, начала 16 века и так далее. А также некий такой дух, вернее атмосфера пиратства, авантюризма и прочее. То есть зачатков такого капиталистического мира. Так как вы знаете, что у нас все обзоры с классовой позиции, то мы будем добавлять, естественно, оттенки, не то что оттенки, весь наш обзор, это классовая, по сути, позиция. Я начал свое, так сказать, путешествие по этому миру, по этой вселенной с Анно 1701. Там якобы образ королевского вот этого флота Британии и исследование новых горизонтов под покровительством Ее Величества. И это было настолько приятно чувствовать себя, что ты сейчас завоеватель. Я был маленький еще совсем, когда в нее играл, и мне поражало, насколько красиво эти кораблики стреляют, насколько так лампово сейчас, говорят, сделана вся эта атмосфера исследования. Когда твой кораблик плывет и открывается карта постепенно. Ой, там новый остров с новыми ресурсами, которые ты должен заселить. Потому что, чтобы у тебя появились новые классы в твоем государстве, у тебя должны быть специальные ресурсы. То есть, у тебя должно повышаться общественное производство, повышаться технологии, повышаться, кстати, производительность труда. Потому что, чем больше у тебя людей, тем больше они хотят кушать, больше хотят различного питания, особенно вышестоящие классы и так далее. Поэтому это было там отображено очень хорошо и классно. То есть, вот это еще 2000-е годы, они еще не так сильно стараются отразить нашу объективную действительность, современного капитализма. Они больше еще про тот, про начало 18 века. И оно, кстати, тоже так ложилось на серию пиратских этих фильмов, пираты Карибского моря. И в целом, я очень люблю эти авантюрные романы, типа Висента Рива, Паласио, Пираты Мексиканского залива, Саботини Рафаэль, конечно же, Одиссея, Капитана Блада. Ну, потом есть там Удачи Капитана Блада, Хроники Капитана Блада. Но, скажем так, они чисто творчески, они уступают оригинальной главной серии. Ну, как продолжение они выступали, чтобы поиметь, так сказать, дополнительный профит. Ну, а почему нет? Люди тогда это все любили. Хорошо, что он потом дальше это все не расписывал, потому что Одиссея, муа, написана Капитана Блада великолепно. Хотя и сама Одиссея, с тем же Одиссеем, тоже написана великолепно. Далее была игра под названием Анна 1404. Я ее упустил, извините, пожалуйста. Вот Анна 404. Она как раз-таки про уже средневековье, про Средиземье, но Средиземье это к Властелину колец. Она про среднеземноморский вот этот ореол, где встречаются европейский мир и мир арабов. Ну, мусульман, можно так сказать, да. И между ними есть еще пираты. И ты колонизируешь теперь не только острова как бы европейского типа, и ты строишь не только европейские города, но ты еще и вынужден строить города, скажем, арабского типа, восточного типа, чтобы завозить оттуда разные пряности, технологии, получать дополнительные задания, создавать торговые маршруты и прочее. Показано очень хорошо. И тоже этот 1404 год, это уже вот начинает пахнуть этими мануфрактурами, уже капитализм рядом. Кстати, очень интересна там боевая система. Если в первой Анна, ой, извините, не в первой, а в 1701 Анна как-то больше на парусные бои завязана, да, то вот в 1404 там можно было уже войска твои десантировать и сражаться на суше. Далее, 2070. Очень классно показано, в каком плане. Случилась какая-то глобальная катастрофа. Человечество раздроблено. И люди начинают заселять новые острова. И в итоге у вас есть три различных, так сказать, типа построения общества. Первый тип это экологи, так сказать. Они за чистоту, за чистое питание. Они там то ли веганы, еще и вегетарианцы. Ну, непонятно это толком. Но, в общем, чистота, чистота и чистота, еще раз чистота. Второй тип это их как бы противоположно. Все ради бизнеса. Там и называется компания Global Trust. И там она позволяет строить там ядерное оружие, огромные большие мегаполисы. Хотя и экологи могут строить, но они немножко уступают. Также они на золоте завязаны. Они, ну, это такие хищнические капиталисты. Вот тут уже начинается отражение нашей объективной действительности в полной мере. Потому что если предыдущие игры еще так, вот они действительно про начало там только ранние какие-то поступи капитализма, еще средневековье, еще авантюризм, еще там тот же 1701, абсолютизм где-то присутствует. То 2070 это уже современность, только под видом будущего. Что наша современность обосралась. Ну, я бы сказал так, что из-за громадного количества мусора случился глобальный катаклизм. И людям теперь приходится вот исследовать подводное океанское дно и добывать оттуда, кстати, энергию. Потому что в 2070-м у вас уже появляется электричество. И под него как раз таки завязано ваше производство в первую очередь. Если предыдущие эпохи, они еще были завязаны в первую очередь под трудящегося, крестьянина, 1701, немножко подлюмпина пролетария. Ну, 1404, он суток под крестьянством завязан. Он как бы главное звено построения твоей экономики. То есть домохозяйство. Экономика это домохозяйство. То есть здесь у нас возникает уже момент с электричеством и с энергией. И чтобы как раз таки исследовать океанское дно, вам нужен третий тип построения общества. Это ученые. Ученые, скажем так, они не являются как бы такой противоположностью экологам и этим самым капиталистам, глобалтрастовцам. Они некое такое промежуточное состояние, что им не туда, не сюда. Им как бы, знаете, им дайте бабки, мы будем все исследовать, что вы хотите. И благодаря им как раз таки ты можешь исследовать океанское дно, строить там здания, базы и добывать оттуда энергию из геотермальных источников, таких разломов. А благодаря добыче энергии у тебя, разумеется, идет распределение на другие разные острова с различными ресурсами. Вы можете строить больше различных зданий и, собственно говоря, развивать свое общество. Анна 2205. Это моя любимая игра. Я ее просто обожаю. Обожаю, обожаю, обожаю. Вот если 2070 я обожал, до Анна 2205, потому что там можно тоже было перестреливаться, стреляться, но для меня было непонятно. Слушайте, я ядерную бомбу сбросил и убил всю экологию. Кстати, еще маленькое отступление. В Анна 270 очень важна экологическая проблема. Там СО2, это СО2 типа идет распространение, ну в общем немножко шиза ударяется, но тем не менее эта тема там поднята. Вернемся, Анна 2205. Момент вот этого вот прошедшего катаклизма, он ощущается в том плане, что люди нашли какой-то компромисс. Там что-то случилось, что экологи ушли куда-то на второй план и глобалтрастовцы ушли на какой-то план и произошла какая-то синергия что ли или что-то в этом роде. И у тебя уже по сути, но вся так или иначе система, она заточена под экологию. И главное становится добыча энергии и добыча первостепенных ресурсов. Там сделано теперь немножко по-другому. У вас идет исследование Луны и Арктики. Потом было еще дополнение Тундра, где вы такую некую Сибирь исследуете, но к ней чуть-чуть попозже. И твоя главная задача строить вот этот мегаполисы разные, насыщивать их энергией. У тебя уже, кстати, в отличие от предыдущих игр, у тебя нету конкурентов, которые прямо представлены на карте, а раньше они там были. То есть пираты, мусульмане, как в 1404, как же ванна 2070, если ты выбираешь как бы одну сторону. Но ты все равно встретишься с какими-то компьютерными игроками, с которыми ты дерешься. Здесь по-другому сделано, ванна 2205. У тебя как бы есть вот эти мегакорпорации, которые как бы акциями владеют на различные ресурсы. И вся игра заточена на то, сколько ты скупишь и быстрее ли ты скупишь, станешь ли ты в итоге монополистом. То есть у тебя полное, полнейшее, так сказать, отражение современного монополистического капитализма дано в этой игре. В анна 2205. Ты там строишь космические станции, исследуешь луну, чтобы добывать там антигравы, там всякие фэнтези элементы добавляют, добывать оттуда всякую энергию и перекачивать ее на Землю. Это выглядит достаточно интересно. Исследование идет Арктики. Кстати, там есть военные боевые зоны, где присутствуют различные террористы. И там ты уже в этих отдельных боевых зонах сражаешься и добываешь различные ресурсы. Там графит, нефть и прочее, что пригодится, так сказать, в хозяйстве. Ну, скажем так, на планете Земля, даже в современном мире, есть такие точки, как Ближний Восток, например, та же Украина. Это борьба за ресурсы, за самые, так сказать, сокровенные места на планете Земля. И как это Анна подготовила к этому всему. По-моему, я не помню, когда она вышла, то ли 2015, то ли где-то там. Но показала она это просто симпотно, великолепно, очаровательно. Красивая игра, торговля, заключение договоров, выстраивание и так далее. И последняя на данный момент игра Сирии, это Анна 1800, где показана, ну, некая такая викторианская эпоха, я бы сказал, 19 век в целом. Потому что у тебя в итоге идет машиностроение. Вот там все прям по карту Маркса. У тебя есть классы, у тебя есть социальное неравенство, у тебя пролетариат, лемпины, они как бы угнетенные и прочее. Но там есть такая тоже проблема в каждой игре, Анна, то, что у тебя от этих самого популярного класса в игре становится все больше и больше, а лемпинов как бы все меньше. А здесь они постарались эту проблему разрешить, и они добавили и крестьян, как необходимое звено, что их должно быть много. И лемпинов-пролетариев, что их должно быть много. И что самое интересное, и капиталистов, которые на них порезентируют, тоже должно быть много. Там вернулись вот эти сражения, то есть с этими самыми, с другими фракциями, так сказать. Добавилось исследование нового света, вы теперь там Латинскую Америку можете колонизировать и выкачивать оттуда ресурсы, нефть и прочее. Дальше колонизировать Африку, добывать оттуда различных зверей, чтобы строить у себя зоопарк, повышать свой престиж, устраивать выставки, исследовать тоже крайний север. Там на дирижаблях и прочее, тоже добывать газ. Ну, просто шикарно. Но! Все, что до слова «но» — лошадиное дерьмо. Мой брат научил меня не обращать внимание на все, что говорят до слова «но». Но! Остановимся на последних играх серии «Анна» на 205, 70 и 1800. Они полностью, на самом-то деле, всеми своими механиками отрицают капиталистический способ производства. Потому что твоя главная задача, как игрока, как куратора всей этой игры, гейммастера — сделать счастливыми свое население. И так очень интересно то, что у тебя из-за вот этого классового расслоения, которое показано и в 70-м, Анна, и в 205-м, что интересно, в 19-й век, который отображает Анна, выходит некая такая странность. А как это так? Почему у меня они не... Вот эти все остаются тупыми. Школу-то я вроде построил, но в эту школу ходят только почему-то представители ремесленников. А у Люмпенов туда не заводят. Выходит очень странно. Но когда ты смотришь на Анна-2070, а особенно на Анна-205, и смотришь, например, на ту же тундру, где у тебя идет добыча различных специальных компонентов, которые только усиливают производство робототехники, которая заменяет простой физический человеческий труд, ты не понимаешь, а чего тут капитализм, почему тут еще деньги, и почему здесь присутствует какое-то непонятное социальное расслоение. Построенное по классовому типу. Но что самое интересное, все механики игры выстроены так, что это классовый вот этот вот тип, он как бы стирается, что его как бы нет. Вот этим, вот этим, скажем так, да, им достаточно, ну там какого-то молока, какого-то там риса, чего-нибудь такое и все. Это неправда. Это так не происходит. У человечества постоянно растут потребности. При капитализме, да, эти потребности навязываются. И при капитализме чаще всего выходит так, что все, ты люмпен пролетарий, тебе там 40 лет, 50 лет, забудь, не надо думать о том, чтобы покушать хорошую пищу. Такое часто мы встречаем. А на деле эта игра это начинает отрицать. Потому что мне хочется везде повысить, сделать супер дома, всем дать все. Это моя главная цель в игре. Не просто сделать красиво город, но дать всем возможность наслаждаться жизнью. Да, это виртуальные персонажи, и это показаны они в виде так называемых иконок и полосок. Можно бы сказать, что это некая такая симуляция вордовского экселя вместе с госпланом. Но вордовский эксель и симуляция госплана как-нибудь Виктория 3 мы разберем эту игру. Это попозже. На этой же игре в реальном времени тоже ты смотришь на это все, и ты чувствуешь, что у тебя вот в социализме коммунизм на ладони практически. У тебя снимаются противоречия из-за этой тотальной роботизации. У тебя там космонавты летают в космос, на Луну. Боже мой, там скоро на Марс. Я, конечно, надеюсь, что разработчики сделают для нас следующую игру серии. Дай бог. Дай бог. Да? Дай Аполлон. Зевс. Марс, Юпитер, Харе Кришна. Что мы доживем до новой серии Анну. И надеюсь, она будет как раз таки про будущее еще там. Про то, что случится после того, как мы колонизируем Луну в Анна 2205. И самое интересное получается такая фишка, что у тебя в этой игре как будто ты упираешься. Вот в цивилизации ты упираешься, как бы, ну там, в космос вышел и выиграл игру. А здесь ты упираешься в непонимание, зачем тебе кредитная система, которая там отображена в виде денег. Считать удобно, я согласен. При социализме это великолепно. Исполняет свою функцию просчета, расчета, да. Но когда у тебя уже коммунистическое общество, которое в сути своей показано в финале Анны 2205. Когда у тебя главное, ты делаешь синтетиков. То есть роботы начинают заменять даже, по-моему, там часть умственного труда. Но они же синтетические все равно. Это роботы. Они никогда не выйдут на рынок труда. У них нету сознания. Никогда ты его туда не запихнешь. Сознание может быть разве что, вот как в фильме «Аватар» показано. У человека подобного существа, да. Что вот он, его сознание переместилось в этот синий аватар. И его общественное бытие поменялось. Может такое быть. Но это еще вопрос науки. Это то, что, понимаете, это нужно разбирать. Это к этому нужно готовиться. Потому что, когда вот из, например, по учебнику психологии Теплова, многие начинают приводить его в пример, что нет, такого быть не может. И тем же можно учебникам психологии Теплова им бить по голове и говорить, что нет, да так же ж может быть. Ребята, психология как наука, как новая наука при Советском Союзе, тогда, когда марксизм-ленинист занял свои позиции, главенствующие в стране, еще не была до конца сформирована. Борьба за психологию шла точно так же, как и за агробиологию, как и за генетику. И эту борьбу надо признать материалисты и коммунисты. Они проиграли в каком плане? Их просто, большинство из них убили, загнобили, оболганили, так сказать, да, ошельмовали, особенно в эпоху Хрущевщины. Там как раз-таки все это случилось. Поэтому в этой игре, особенно Вана-2205, хочется уже, так сказать, просто смотреть на творчество, которое сделают твои люди. Но ты ограничил рамками игры, и ты, когда все это построил, у тебя не то, что какое-то опустошение, у тебя какая-то нехватка. А что дальше? Что там за горизонтом? Я хочу узнать, что там помимо тундры, в которой бегают стада оленей, буйволов, по-моему, можно добывать тоже различные... Я хочу знать. Но! Я очень надеюсь, хотя эта надежда мнимая, но так или иначе, объективная наша действительность, она все равно толкнет разработчиков, ну, двигаться в сторону социализма, как-никак. Сколько бы они туда капитализм бы не запихивали, и нашу объективную действительность, у них все равно игры получаются про планирование, улучшение жизни людей масс, как можно меньших убийств, как можно большего созидания, творения. Там, кстати, очень так приятно, игра напоминает тебе, что ты уже часа два, по-моему, поиграл, или что-то такое. Пора сделать перерыв. Ой, этот настолько классно. И ты не можешь оторваться. Ты хочешь дать людям счастье. Ты хочешь, чтобы они строили своими руками это счастье, чтобы они летали на этих прекрасных машинах. Я считаю, что надо... Вот какая бы моя идеальная игра? Вот будем подводить итог. Какая моя идеальная игра про Анну, если бы делал ее я? Во-первых, я бы построил ее вокруг полностью. Вокруг главная цель – это повышение счастья всех и каждого. И стирание вот этих слоев. То есть, чтобы где показано рабочий там и прочее, оно как бы делал... Вернее, не слоев, а классов. Чтобы вот эти вот рабочие, они были послоево разделены, и каждый слой мог вот так как бы по кругу, по контуру такому перетекать в другой. То есть, все мы как труженики начинаем обязательно. С этого старт игры. Потом идет вот этот контур. Да, там, интеллигенция, ученые, творчество, созидатели, инженеры. Военные, да, мы защищаем от какой-то внешней угрозы, может, какого-то внешнего вторжения. Либо, например, полую землю придумать. Почему нет? Это тоже весьма интересная теория. Ну, гипотеза, гипотеза, конечно же. Которая могла бы тоже... Там что-то какие-то, может, большие... Вот как про Кинг-Конга, там, Годзиллу. Местами очень смешно и глупо, но сама суть, гипотеза, то, что могут там какие-то монстры большие жить. А почему нет? Вполне возможно. Ну, сколько ж они срут? Да, е-мое. Ладно. Вот воины и вот этот вот контур идет, такой жрецы, да, и он как бы замыкается, и снова тут тоже у нас труженики и так далее, да. И как бы такое было понятие, что каждый из этого слоя, он мог бы менять свою социальную функцию с ускоренными темпами. То есть, главная в итоге задача высвободить свободное время всех твоих подопечных в твоей игре, чтобы вот этот плазунок зеленый, как бы свободное время, он заполонялся разными творческими активностями, да. И чем более зеленый этот плазунок, чем он тут доходит до 100, он потом желтым таким начинает светиться, значит, у вас начинается золотая какая-то эпоха, фестивали по всему городу, различные соревнования спортивные, олимпиады, наслаждения, танцы, оперные балеты, путешествия там по космическим каким-то станциям, путешествия на другие планеты. И как бы вот такой момент встреча людей, других с других планет. Я бы очень хотел увидеть, что, боже, там тоже люди есть такие же, как и мы. И мы с ними начинаем, ну, не то чтобы торговать, а производить обмен. И тоже есть другие, например, какие-то нечеловекоподобные, высокоразвитые, ну, существа, да, которые тоже имеют свои, скажем так, культуры, можно сказать, условно, цивилизации, да, допустим. И с ними как раз-таки взаимообмен. И они нам дают тоже какие-то ресурсы, благодаря которым мы повышаем творческое состояние нашего всего народа, всех наших, так сказать, персонажей, которые, ну, массами меряем, ни одного какого-то, да, у нас там есть роботы, синтетики и прочее, различные сферы искусства. У нас начинается эпоха человечества. Блюбайт. Я не знаю, какую вы сейчас сделаете игру, но сделайте такую, покажите этот прекрасный образ будущего, где нету денег в старом смысле слова, как специфического товара, где деньги являются тредом, то есть вы получаете за труда часы равную стоимость, ну, не равную стоимость, стоимости нету, конечно же, в мире будущего, где все ликвидирован, простой труд заменен роботами. Нет, там не стоимость, там эквивалент затраченного времени вашего жизненного на труд. Управление роботов, починки этих роботов, созданию новых роботов, охраны рубежей, ваянию там чего-нибудь нового, ну, не в госплане, а в творческом плане, в этой громадной ассоциации трудящихся масс. На этом я завершаю. Благодарю всех за внимание. Ребята, комрады, товарищи, уважаемые люди, станьте людьми, станьте коллективом, осознайте себя, то, что мы все на этой планете Земля, на Мидгарде, пассажиры, мы все дети, мы все дети ее, в первую очередь, или его, и мы должны о нем заботиться, о нашем большом космическом корабле, а не то, что гнаться бесконечно за прибылью. Я понимаю это, что прибыль, которая идет через призму всей этой серии игр, она вынуждает какому-то, так сказать, хамству и убийству своей совести. Я понимаю это. Если вы целью ставите себе именно прибыль, ничего не получится. Но если вы ее не используете как самоцель, и власть не используете как самоцель, а используете ее во благо, и прибыль становится не прибылью, а накоплением общественным, какой-то даже малой вашей группы, но вы это вкладываете на расширение осознания людей себя коллективом мировым, не только единичным какой-то, какой-то маленькой кукуевке, как я шутил когда-то. Нет. А всего общества, всего мира в целом сложно, трудно наверняка это осознать, я понимаю. Но в этом-то и есть ваша основная сила в вашем угнетении, в нашем угнетении, в пролетарском, люмпеновском угнетении, не имеющих, не владеющих средствами производства. Благодарю всех за внимание. Сила в пролетарской правде. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова